и все привет дорогие друзья с вами арчер и как я и обещал я вам расскажу сегодня как сделать тир в майнкрафте 1.6.4 ну не знаю может быть это работает и версия 1.5.2 это уже смотря как вы сейчас будете делать ну ладно давайте приступим нам потребуется вот такие вот блоки или что-то вроде этого ну нажимаем на плиту мы можем ломить на камеру на плиту ладно давайте начнем я уже сделал такую заготовку не говорить то что почему я ее делал без записи я ее делал с записью но почему-то я нажал какую-то хрень и у меня вылетел вообще майнкрафт и само видео просто прекратила работать а также записывать ладно это мы должны сломать вот давайте присутствуем я уже поставил сюда кнопку еще в прошлом выпуске точнее это перезалив вот ставим сюда нажимную плиту вот сюда мы ставим два поршня сюда ставим красную шерсть здесь ставим так вот блок и красный пакет все у нас активируются оба поршня теперь мы проводим к нашей кнопки редстоун то есть от этого ставим вот так вот три повторителя задержкой в три клика раз два три вот и проводим ну можно так как хотите короче вот теперь когда мы нажимаем на эту кнопку мы можем спокойно пройти сюда вот и я уже так как здесь нету это я уже сам вырвал еще видео в прошлом не будем говорить о прошлом давайте о будущем вот от этой нажимной плиты мы проводим до столом то есть ставим туда рассол а здесь мы ставим так вот четыре повторителя задержкой тоже в три клика вот сюда ставим красную пыль и теперь мы должны вести данную команду пишем гиф пущу как-нибудь написал гиф потом ваш ник ну можете нажать просто на вот так и у вас он высветится потом написать 137 и 1 все вот запомните эту команду только вместо моего имени вводить свой нажимаем enter и мы получаем командный блок ставим его вот сюда теперь мы можем его нафиг убрать хотя нет он нам еще понадобится в других целях мы его можем просто сюда положить вот и теперь мы должны короче прийти вот сюда нажать на кнопочку f3 и у нас высветятся наши координаты то что в x мы должны написать восемьдесят восемь в скобках то что в лай просто 5 бину без тысяч короче то что идет перед запятой нужно писать и взять просто четыреста семь то что у нас в скобках запоминаем это число и нажимаем на 3 но так как в прошлом видео я уже туда вставал и вводил у меня был были вот так вот так это мы можем пока отложить нажимаем на команду блок и вводим такую команду т.п. собака р и вводим те координаты которые у меня были здесь восемьдесят восемьдесят пять четыреста семь восемьдесят девять пять четыреста семь нажимаем ok и пока что вот этот вот кубик готов у нас мы в него заходим нажимаем на кнопку заходим и нас элепортирует вот но так как я забыл случайно вот закрыть поэтому не было все открыто вот теперь давайте попробуем закрытым нажимаем и нас или протереть уже некоторое время ну это я такую задержку цел так мне так более удобно вот и теперь книгу можем нафиг убрать и взять команды блок вот я уже сделал такую заготовку то есть просто пол и вот здесь такую как говорится стенку делайте дырку где вы хотите делать вот такую мишень ставите ее раз два и ставите потом вокруг вот так вот три святящиеся камни и теперь давайте приступим делать вот так что там надо 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 сюда поставить какой нибудь блок чтоб закрывал давайте фиолетовый вот ставим сюда фиолетовый да теперь берем поршень и ставим его вот сюда или стоп сюда надо закроется нет ни сюда надо нужно вот сюда его закрытым поставить зачем то длина чувак стип encsp ставьсяն иск anderes родвы будет поставьте чего наг напомню вот это я ненавижу так ставить и теперь снова берем желтую шерсть и ставим вот сюда это отверстие мы закрываем вот теперь фиолетную шерсть убираем и теперь нам нужно активировать наш поршень ну я его сейчас не буду активировать так как я опять не то сделал надо сделать вот так вот все сюда мы ставим нажимную плиту я нигде таких роликов не нашел своим тиром поэтому смотрите внимательно думаю вам понравится потому что такого тира я еще нигде на ютубе не видел вот при нажатии у нас ничего не задвигается но зато теперь смотрите вот зато когда мы возьмем лук стрельнем в верхнюю эту и у нас загорается редстоун вот такой вот нехитрый механизм конечно вот это мы можем убрать все и сделать как у меня вот у меня это вот по такому образу ставим вот так вот редстоун сюда повторитель как вы видите вон там ставим сюда еще редстоун и вот сюда а здесь мы также вверх ставим вот так вот блок но я поставлю вверх чтобы здесь еще поставить вот такой вот поршень и делаем вот так вот все это у нас для того чтобы у нас проходил редстоун и здесь мы ставим еще один повторитель вот а здесь мы ставим красную пыль чтобы уже там дальше проводить вот здесь мы ставим тоже еще один поршень вот вот и к нему мы должны вот так вот провести повторитель но он не будет касаться так как нам нужно еще поставить поршень вот сюда и сделать вот так вот вот и теперь сюда мы должны провести вот так вот редстоун эм так поставить ой блин редстоун потом провести его вот так вот вот так вот и привести его там куда там надо его приводить забыл приводить его надо уже к раз два три раз два три вот этому повторителю ну чтобы у нас дальше там уже мы могли провести редстоун к рычагу нашему если вы смотрели конечно первую часть ну вот теперь давайте проведем редстоун к вот этому вот поршню ну ладно пускай будет из красного вот так вот проводим думаю это легко так вот теперь как то нужно провести к этому а у нас же он уже проведем вот и теперь давайте здесь поставим так вот четыре или сколько там три да три ставим так вот два повторителя и сюда редстоун сюда еще два повторителя так вот сюда проводим редстоун и вот самое главное здесь мы ставим так вот два блока и еще два блока сюда мы должны поставить командные блоки то есть вот сюда вот к одному мы проводим повторитель и другому просто редстоун чтобы у нас оба могли зафиксироваться вот и теперь там все у нас же вроде проведено ну да у нас все проведено как даже у нас как он здесь вот получается да все ну в принципе это весь механизм он вполне небольшой и давайте сверимся правильно ли мы все сделали да вроде бы правильно а хотя нет неправильно мы еще здесь забыли поставить ростон да вот теперь это все правильно да все теперь мы можем уже описать данные команды которые нам понадобятся в командном блоке для начала давайте включим день может второй день строим здесь все а здесь нельзя поставить там сет все включаем день вот и и теперь давайте проведем ростон какой нибудь кнопки к любой совершенно кнопки или к рычагу ну давайте к примеру вот к этому просто пробуем берем рычаг ставим сюда и ну это я пока что сейчас так сделал просто проводим ростон вот провели и в принципе должно все работать по моему мнению давайте проверим включаем да все у нас активировалось и теперь давайте попробуем стрель стрель и и к этому не провел редстоун так ну вот надеюсь сейчас будет все работать вот мы сейчас даже для проверки стреляем у нас ничего не активируется включаем попадаем все активируется и теперь чтобы у нас снова открылось мы должны нажать на кнопку и снова еще нажать ну не знаю это наверное такой вот механизм мой я его сам придумал я его нигде не копировал даже может посмотреть на их просмотрах я нигде не смотрел я смотрел много всяких разных идей для тира ну всякие были говняные поэтому мне не понравилось и я решил сделать вот такой вот тир ладно ну на этом я наверное закончу а ну давайте вот сейчас покажу просто здесь короче мы можем написать потом имя кто хочет говорить ну давайте например тир пишем тир разделить и что он хочет написать ты попал вот и здесь уже пишите тп как я говорил в начале и там вот в эту коробочку но я это сейчас сделать не буду потому что это просто мелочь ладно и давайте теперь выстрелим все ты попал ну ну на этом я наверное закончу всем пока с вами был арчер 16 подписываемся на мой канал ставим лайки и благодарю за вас за ваш просмотр с вами был арчер я случайно сказал 1016 потому что у меня привычка надо отвыкать уже ну а на всем пока и до скорых встреч ну а ну а ну а ну а ну а что вот что куда все не